Русские новости Негодяи, которые заведуют средствами массовой информации, отмечают Великую Русскую Революцию Именно так они ее называют, большевистский переворот Которая якобы состоялась сто лет назад Вот события, которые стоит оценить И главное из них, конечно, это выдвижение народного правительства Теперь каждый русский может сказать, что мое правительство это не правительство Дмитрия Медведева и Владимира Путина Мое правительство это выдвинутая команда народных лидеров Которая пока еще никем не возглавляется А является потенциальным источником решения о выдвижении единого народного кандидата Кандидата в президенты Российской Федерации И независимо от того, зарегистрируют его или нет Мы сможем говорить о том, что у нас есть свой народный президент Я полагаю, что по своим заслугам народным президентом должен быть Владимир Васильевич Квачков Но он находится в местах лишения свободы, беззаконно находится И лица, которые его там удерживают, несомненно являются преступниками Включая судей, следователей и, в общем-то, весь политический режим Потому что именно он является источником беззакония И именно поэтому народный президент находится в тюрьме, а не в президентском кресле Но чтобы принять участие в тех выборах, которые будут Естественно, они будут фальсифицированы тотально И уже мы это видим по выдвижению всякого отребья, который объявляет о своих президентских амбициях Мы все равно должны получить народного президента или, как можно так выразиться, место блюстителя То есть человека, который имеет даже по нынешнему воровскому праву основания для того, чтобы конкурировать с Путиным и его шайкой на президентских выборах Его, скорее всего, как я полагаю, не зарегистрируют ни под каким видом Но мы можем сказать, что у нас состоял съезд национал-патриотов Выдвинут народный кандидат, мы все его поддерживаем Я думаю, что независимо от того, кто будет выдвинут Вот этой командой народных лидеров, мы должны его поддержать А Владимира Васильевича Квачкова считает народным президентом в заключении А временным, тем, кто исполняет обязанности президента, именно народного президента Будем считать того, кого выдвинули люди, кого выдвинул народ А не какие-то там партии, которые действуют исключительно в своих собственных интересах Конечно, команда народных лидеров достаточно разнородная У меня возникла ассоциация с партией Родина От этого возникло горькое чувство, что, несомненно, кто-то из этих людей отползет в сторону Но мы должны присвоить ему клеймо Иуды до конца времен, до конца его политической практики Пока он будет показываться на людях, этот человек или эти люди должны быть объявлены Иудами Потому что им оказано доверие, они от этого доверия отказались Но пока, слава богу, никто к этой грани не подошел Хотя некоторые симптомы я замечаю И один из симптомов это выступление Максима Калашникова Который присутствовал сначала на совещании народных лидеров Потом на съезде, где эти народные лидеры были утверждены И его брезгливо негативное отношение ко всему тому, что мы делаем Такое досадливое и объявление всех нас маргиналами Это, конечно, оскорбление и свидетельство того, что Максим Калашников, Владимир Кочеренко включен в какой-то другой политический проект Я не представляю себе более авторитетную команду, чем та, которая собрана сегодня Это действительно команда профессионалов Здесь есть экономисты, не экономические публицисты Есть, знаете, такие люди с бойким пером и бойким языком Их почему-то считают экономистами, но пусть считают Нет, есть практики экономического управления, достаточно высокого уровня Любой из них за пояс заткнет любого путинского министра Есть военные практики, есть практики управленцы Есть практики законодательства Есть весь, можно сказать, весь набор тех людей, которые в состоянии заменить ту команду Которая сегодня расправляется, не управляет, а именно расправляется с нашей страной Как оккупационное гауляйтерство Это решение, конечно, фундаментальное О создании такой команды И чудо, что все это удалось Конечно, во время съезда были всякие накладки Потому что это было связано с острым недостатком средств Мы толкались в один зал, в другой зал Конечно, это не обязательность людей, которые участвовали в подготовке на каком-то этапе Готовы были воспользоваться, в том числе и нашими усилиями Чтобы какие-то свои интересы защитить или реализовать Много всего было Поэтому съезд в некоторых аспектах был скомкан Например, мы недостаточно представили региональных лидеров Это, конечно, лидеры, мы хотели бы, чтобы появились народные губернаторы Но сначала надо региональные команды народных лидеров образовать Поэтому мы утверждали координаторов на этом съезде Некоторые из них приехали на этот съезд, примерно около половины И выступили, поэтому было понятно, кто есть кто Но большая часть, к сожалению, не нашла возможности приехать Потому что это далеко, дорого А денег на то, чтобы оплатить проезд и гостиницу у нас нет Мы собрали едва-едва, соскребли деньги для того, чтобы людей встретить Разместить, провести съезд и накормить Что нам тоже очень хотелось сделать Чтобы люди, в том числе приехавшие из регионов, не остались голодными И все-таки могли как-то посидеть и немножко после съезда Обменяться впечатлениями, мнениями, координатами и наладить взаимодействие Вот на все это мы наскребли деньги, обращаясь в том числе к гражданам И пришли эти деньги, мы смогли провести съезд Потому что за свой счет мы это сделать просто не можем Все мы не являемся содержанками каких-то там олигархов Мы очень скудно оснащены финансами для собственной деятельности И нам больше неоткуда брать эти финансы, кроме как обращаясь к гражданам То же самое, кстати, произошло и на русском марше Мы остались должниками по итогам проведения съезда И я опубликовал такое отчаянное, может быть не отчаянное, а такое печальное обращение Чтобы пожертвовали на русский марш Потому что собранные нами к тому моменту деньги Нам пришлось вложить в то, чтобы закрыть долги по съезду И буквально за один день мы собрали необходимую сумму И это, конечно, здорово За один день, и потом нам еще приросло И мы какие-то дополнительные возможности смогли реализовать для подготовки съезда Это не такие уж большие деньги Я понимаю, что содержанками у олигархи являются те, кто заказывает сцену за миллион рублей Или за 300 тысяч И еще концерт, который оплачивают тоже из карманов тех же самых людей Которые вроде как не участвовали в финансировании какого-то общественного мероприятия Но выплатили эти деньги олигархи А олигархия наняла удобную шпану, которая имитирует какое-то русское движение На самом деле оставаясь на месте, не двигаясь никуда И много, не много, а несколько лет проводились эти мероприятия влюблено Которые собирали, конечно, искренне думающих о том, что они участвуют в каком-то деле русских людей Но на самом деле они участвовали лишь в раскрутке всяких подонков Ну самых настоящих подонков, то есть людей, которые не имеют никакой политической судьбы Никакой профессии, нигде никогда не работали и никогда не учились И вот эти люди пытались заместить всех лидеров, потенциальных лидеров русского движения Но вот сейчас это все рассеялось И те, кто объявил революцию 5 ноября, показали полную свою несостоятельность И поставили людей под политические репрессии Это вот событие, я отвлекаюсь на это, скажу, что, конечно, это просто полное безобразие Было то, что делал Мальцев и его соподельники Провоцируя людей на абсолютно ни к чему не ведущие действия И многие из них получат сейчас уголовные дела, окажутся в тюрьме А некоторые, кто почему-то решил, что произойдет 5 числа что-то такое выдающееся Теперь отчаянно ненавидят всех, кто в это не поверил Но надо было быть полным идиотом, чтобы полным идиотом Чтобы поверить, что революцию можно объявить Общественное изменение должно созреть Это даже то, что считается классическим у Ленина Верхи, низы и так далее На самом деле всем это было давно известно Просто нам в формулировке ленинской все время вталкивали Верхи не могут, низы не хотят и так далее И необычайное обострение деятельности или активности народных масс Но не было это ничего из всех трех параметров общеизвестных Элита пока еще не готова Хотя уже приближается этот момент Когда управляющие страной слои Ненавидят уже свой собственный общественно-политический проект Который умерщвляет страну И их самих они просто как-то это упустили Из виду, что умирает страна Умирает и их бизнес В который они превратили политическую, общественно-политическую деятельность И в целом задачу управления Вот сейчас это созревает Кстати, как-то странно с помощью американцев Которые на феврале объявили публикацию Белой книги Разворованном о том, что вывезли эти негодяи из страны Это будет очень любопытно И вот сейчас эти люди чешут затылки Потому что это не просто будет публикация А начнется возбуждение судебных дел И аресты имущества и счетов И эти люди чешут затылки Чего же делать? Пожертвовать большей частью своих состояний Которые они вывезли за рубеж Благодаря Путину Или пожертвовать Путиным Вот одно из двух Либо замириться с Западом И каким-то образом договориться о том Что их счета останутся в неприкосновенности Ну правда и доверия Западу нет Потому что можно договориться А все равно Разграбят Экспроприруют экспроприаторов Либо бог с ним пусть пропадает Зато здесь есть источник невиданного обогащения Который обеспечивает Путин Но этот источник тоже иссякает Потому что у людей просто нет денег Они нечего вкладывать Да, можно воровать Можно украсть все национальное достояние И распродавать его на Запад Но вот Запад оказался таким партнером Ершистым Который покупать-то готов Но по демпинговой цене Эти готовы распродать все Но большой вопрос Вот их Они здесь готовы дальше жить Рискуя, что их просто повесят В ближайшее время Где-нибудь на видном месте И еще там табличку прибьют Вот негодяй, продавший Россию Либо на Запад бежать Но на Западе там разграбят Либо Путина здесь смещать Сейчас в головах у этих людей Копошатся разные проекты Они конечно боятся, что их Ну так же законопатят за решетку Как политзаключенных Тоже по фальшивым экспертизам Как угодно Ну примерно как Ходорковского Посадили не за те преступления Которые он совершал Посадили за несовершенные преступления Десять лет человек отсидел Ну что этим правоохранителям Дадут задание Они посадят Хоть сто олигархов Какая разница Еще Разграбят Вот так же как То что было у Ходорковского Они разграбили Присули Ну вот этот ближний круг Путина Может освободиться Может быть это компенсирует Ему И им Все то, что они потеряют на Западе Поэтому ситуация такая шаткая То ли так, то ли эдак Одни олигархи сбегут на Запад И постараются договориться Другие подумают Как бы Путина сместить И заменить кем-то другим Вот третьи решат Что лучше с Путиным Против Запада И здесь все равно Источник их обогащения Ну а там где-нибудь Они будут прятать эти деньги Через бывших жен Любовниц И так далее Одно мы можем сказать Что верхи еще не готовы Все балансирует Все трепещет Вот Вот-вот все рухнет Их представление о том Что произойдет Раскол неизбежен И он состоится Когда Бог ведает Низы готовы ли низы Да не готовы абсолютно По тем Довольно широким Связям Которые каждый из нас Может получить Через интернет Мы прекрасно видим Что Так называемые низы Это неправильно На самом деле Народ ни к чему не готов Потому что Он не готов Не проявлять активность На русский марш Настоящий русский марш Который состоялся На Октябрьском поле Вышло не так много людей По моей оценке Около тысячи Ну я не знаю Может быть 800 Средства массовой информации Как всегда наврали И там даже написали 200 Ну это просто Наглое вранье Больше никак не скажешь И вот среди лидеров вранья Оказался коммерсант И ко мне там подошла Тетка какая-то Которая после моего Вводного слова Перед началом 6 Спросила Как меня зовут Я представился Ну переврано все Ну и другие там средства Конечно Московский комсомолец Там все переврали Я думаю Что это намеренная деятельность Нет Это сочетание профессионализма И задачи Все и залгать Вот они лгут Беспрерывно На русский марш Не выходят Десятки тысяч Не выходят Раньше говорят Выходили Мы знаем Как Как фабриковалась Эта численность Вкладывались Огромные деньги Потому что Надеялись Развернуть Майданные технологии Ну как-то вот Не получилось На майданные технологии В Москве И крупных русских городах Не подрываются Русские люди Поэтому они Перекинули эти финансы На технологии Болотные Но болотные технологии Тоже не сработали Потому что Никто там сражаться Не собирается А если посмотреть На то что происходило В Украине Там плохое Заменили на худшее Нам это надо Конечно нет Это тоже говорит о том Что там элиты Народ Не готовы К тому Чтобы действительно Создать Русский национальный проект Или вообще Просто какой-то Жизнеспособный проект Не готовы И если На Украине Состоялся переворот То он Готовился Больше десяти лет Там беспрерывно Происходили Какие-то события У них даже Свой президент Был Ющенко У них Было Огромное представительство Верховной Их Ради Как он там Называется Парламент В Верховном Совете Если по-русски говоря У них Были политические силы У них было Огромное финансирование Они Десять лет Предпринимали Постоянные попытки Прежде чем Действительно Сломали Режим Януковича И Баланс сил Изменился Не в лучшую сторону Не к народному правительству А к Совершенно Антинародному И уже даже террористическому Антирусскому То есть Это Такой Нацистский режим Издыхающий Не Вот Как там Гитлер Как-то на подъеме Подхватил Сел Оседлал Власть А Эти люди Наоборот На спаде Это все ведет Естественно К Жесточайшему террору Который собственно И происходит Мы об этом мало знаем Но террор там Налицо В России Может быть Чуть-чуть получше Но у нас сажают Национал-патриотов За решетку Русские националисты Патриоты 282 статья Бредни про экстремизм И идут Штрафы Общественные работы Условные сроки И реальные сроки То есть Один режим другого стоит Там 10 лет Рушили его Разрушили И разрушают дальше Вообще Всякие признаки Государственности А у нас В общем-то Мы Поэтому и Дольше живет Вот этот режим Потому что он Несколько аккуратнее Чуть-чуть аккуратнее И чуть-чуть больше ресурсов Которые они грабят И поэтому Счастливы Но зачем им Какой-то переворот Если они и так Имеют все А народу Зачем какой-то переворот Если он привык В том что Там на верхах Сидят какие-то умные люди И они действуют Правильно 10% людей Которые являются Просто рабами Этого режима Ходят Голосуют за него И поддерживают Плюс Средства массовой информации Которые Содержатся этим режимом И Мировоззрение Подавляющее Большинство Журналистов И владельцев Средств массовой информации Это Либерастия Ну то есть Самая отвратительная Деградация Общественно-политических Взглядов И вот эти деграданты В средствах массовой информации В правительственных Структурах Нами правят То есть Не элиты счастливы А народ Не готов их рушить Потому что Как бы не было бы хуже Лишь бы не было войны Вот эта постоянная Приговорка Ну и Просто люди хотят Как-то выживать А где вот Эта активная компонента Которая может Поддержать Ну например Правительство народного доверия Или там Национальных интересов Которые созданы На съезде Национально-патриотических сил Этот слой Очень тонок И мы Видим что И народные лидеры Еще не вполне готовы Потому что Ну они все Должны были бы Прийти на русский марш Но я понимаю Там есть Четыре коммуниста Один уже Можно сказать Отполз в сторону Никак не Не отреагировал Ни на что Даже на съезд Не приехал А другие Думают что Ну ладно Вы меня тут поддерживайте А я на самом деле В другом месте сижу И там тоже Меня поддерживают И гораздо лучше Вы просто голосом Меня поддерживаете А там денег дают И дают Безбедное существование Поэтому Может быть Они по этой причине Не пришли Но все остальные То должны были прийти Нет Тут тоже возникло Если Максим Калашников Сказал Ну это маргиналы Собрались Вот То есть назвал Народное правительство Маргиналами Ну я лично Говорю Вот что Как-то я с Владимиром Кучеренко Знаком С самого начала Девяностых был И даже там Были какие-то У нас совместные действия Но вот после этих слов Я заявляю Что Кучеренко Я больше не знаю Я знаю Максима Калашникова Такого журналиста Который способен К заказухе Вот его заказуха Выплеснулась И поэтому И поэтому Я больше с ним Не хочу Дело иметь Я его приглашал На наши митинги Предоставлял ему слово Теперь я буду Категорически против Того Чтобы когда-нибудь Его приглашать На какие-то мероприятия Национал-патриотов Русских националистов Его видеокамера Нам совершенно не нужна Потому что Ну вот она В тот момент Когда мы Ну как такой промежуточный Апофеоз Организовали То есть мы вот Шли к этому моменту И наконец Мы провели съезд И назвать маргиналами Все это дело Ну Господин Кочеренко Больше Наверное Мы с вами Не будем иметь Каких-то теплых Приятельских Дружеских отношений Я буду относиться К Максиму Калашникову Так же Как и к другим Журналистам И не ждать От них Никакого Позитива Никакой Духовной Душевной близости Никаких Дружеских Приятельских Отношений Мне так же Крайне не понравилось Поведение Игоря Стрелкова Игоря Гиркина Который На русский марш Не пришел Под видом того Что там якобы Люди в черных шинелях Будут И вот это Его дискредитирует Но на самом деле У него вырвалось Он сказал Да там одни фрики ходят Или там Там половина фриков ходит Не говоря о присутствующих Ну а Если все отсутствующие Это фрики Ну действительно Тогда В народном движении Тебе делать нечего Ты тогда иди Вот к порнографу Константину Крылову И там Пожалуйста Ради Бога Можно обсуждать Все что угодно Только К народному лидерству Это не имеет Никакого отношения Я конечно еще Надеюсь Что Игорь Стрелков Вновь появится На политическом Небосклоне Не как такой Вот все время Брезгливо Морщащийся От текущих Организационных Вопросов А реальный Участник Организации Общественно-политического Движения Сейчас он Никакой Сейчас это такой Оракул Который Начинает Провозглашать Что нужно сделать Другим Но Сам не делает Ничего И Выступать В духе Такого Не специалист В каком-то направлении А человека Который Вообще Во всем Говорит Вы ресурсы Найдите Вы тут Штаб Организуете А я приду Возглавлю Что ли Я ожидаю Что Если эволюция Пойдет Вот в эту сторону Сначала Эволюция Была У Игоря Стрелкова Позитивная Когда он Приехал С Донбасса Он выступил С абсолютно Верноподданнической Речью И там Прославляя Путина Присягая ему На верность Я тогда Очень резко Высказался Но потом Я увидел Что идет Трансформация Из путиниста Из путиниста Гиркина Образовался Народный герой Игорь Стрелков И я его Всячески Стал поддерживать И даже Как-то пытался Его Вытолкнуть На лидерские позиции Оторвать От совершенно Неприличных людей С которыми Он почему-то Стал якшаться И организуя Там какие-то Свои структуры Но из них Ничего не получилось Те на кого Он опирался Я сказал Что вы Общаетесь С людьми От которых Потом придется Долго руки Мыть Вроде как Эти люди Сами от него Отошли А не он От них Но теперь Оказывается Что не очень-то Отошли И не очень-то Он Отошел Поэтому Я пока Вижу Что здесь Позиция Крайне Шаткая Так же Как и У многих Кто Не прочь Повоспользоваться Поддержкой И не прочь Быть Провозглашенным Народным Лидером Но Не чувствует Здесь Никакой Обязанности Для себя Я разрешаю Вам Меня любить Меня поддерживать Искать Для меня Ресурсы Создавать Для меня Оргоструктуры Нет Так Дело Не пойдет Народный Лидер Должен быть Во-первых С народом Выходить В народ Во-вторых Он должен быть С той командой Которая формируется В-третьих Он должен быть И совместно Действовать В организационном Поле А не быть Таким Гуру Который Провозглашает Какие-то Общеизвестные Истины Еще начинает Рассказывать Людям Которые По 20 лет И больше Занимаются Организационно-политической Что надо делать Ах мы не знаем Появился Стрелков Гиркин Приехал из Донвасса Оказывается Он знает Что надо делать В политике Он знает А мы не знаем Мы вот такие Сирые и убогие Ждали Когда Спустится с небес Такой вот Просвещенный И нам расскажет Чем нам заниматься Тоже так не пойдет Такого сотрудничества Быть не может Поэтому я вижу Что сейчас Тоже такая Зыбкая ситуация Для многих Народных лидеров Провозглашенных Таковыми На съезде Национально-патриотических сил Одни Могут сползти Вот в такое В такое болото Умствований И критики Другие будут Продолжать действовать Несмотря ни на что Сохранять Тот проект Который Является Единственной Реальной Альтернативой Нынешнему правительству Реальной Альтернативой Не словесной А вот реальной Вот есть команда Это реальная альтернатива И реальная возможность Для граждан Поддерживать Не просто Какую-то болтовню Вот типа В духе Мальцева Который там Провоцирует Всех на свете Подрывает их На противоправные действия И в общем-то На то, чтобы сломать Свою собственную судьбу А вот есть реальные Специалисты Которых действительно Если они команда Их стоит поддерживать Если кто-то Выпадает из команды Он Иуда Я назову Того Иудой Кто отпадет От этого проекта Его нужно Дальше укреплять И его поддержка Вот и есть Поприще Политическая Область деятельности Для любого Гражданина Для любого Национал-патриота Для любого Человека Который Хочет видеть Какое-то Иное будущее Кроме Беспросветной Деградации И нищеты Которую нам Предлагает Путин С Медведевым И вся их шайка Вернусь К русскому маршу На этот раз Русский марш Проведен был Почти идеально Почти идеально И это связано Не только С нашей Организационной Деятельностью Которая уже Отработала Многие моменты Но и С определенным Облегчением Режима Который раньше Был крайне Для нас сложенный Полицаем давали Задания Чтобы они Всячески Препятствовали нам Всячески Создавали Неудобства Вот на этот раз Неудобства Было минимум Если бы В конце Не вмешалось ФСБ И не схватили Полковника Шендакова Который сказал В своей речи То что всем известно Что Путин Шпана Что вокруг него Одни уголовники Преступники Что они поделили С западными Инвесторами Все национальное Достояние Ну он примерно Сказал 70% Захватили Иностранцы А 30% Оставили Вот этим Внутри Российским Миллиардером Которые Все Приятели Путина То есть Самое Отпетое Варьё Самое Отпетое Негодяи Это Ближайшие Приятели Путина Кто тогда Путин Лидер Вот этой Преступной Организации Которая Нанесла Колоссальный Ущерб Сравнимый С ущербом От Полномасштабной Войны Мировой Войны Вот Примерно Ущерб Который Нанес Путин Можно сказать Вместе с Ельцином Объединить Разницы Не будет Потому что Путин Это продолжатель Дела Ельцина И вот Шендаков Полковник Шендаков Конечно Полковник Запаса Действующий Военный Наверное Сразу был бы Удалён Из армии Буквально Чуть или не На следующий Момент А здесь Его захватили Я очень Поддержал Полковника Шендакова Когда он Вышел На марш В форме И снял Бушлат Которому он Пришел С полковничьими Погонами И вот В полной форме Предстал перед публикой И заявил Свои позиции О вот этом Воровском режиме В его Резких По военному Жёстких словах ФСБшники Увидели Угрозу режима И Задержали его Как раз В момент Когда уже Казал Всё Уже Всё Замечательно Закончился Митинг Люди Начали Расходиться И вот В момент Когда люди Расходятся Его Редко И его Схватили В машину И увезли В Щукинское Отделение Полиции Хорошо Похватились Вовремя И смогли Сформировать Целую группу Которая Пришла К этому Отделению И поддержала Полковника Его выпустили Якобы Никаких Следственных Действий Не Производилось И Об этом Нам Сказали Я не знаю Там Какие Должностные Лица Но В должности Майора Которые Скали Не беспокойтесь Никаких Следственных Действий Нет Поэтому Адвоката Мы к нему Не допустим Николай Куринович Который Активнейшим Образом Поучаствовал В русском Марше И Можно Скать Был Голосом Шествия Беспрерывно Вещая В микрофон Который Мы традиционно Используем Вместе С Передвижной Звуковой Установкой И Сказав Пламенную Речь В завершении Нашего Мероприятия Он Имеет Статус Адвоката И Мы Попытались Потребовать Чтобы Допустили Адвоката К тому Кого Сейчас Допрашивают Но Нам Было Сказано Что Только Профилактическая Беседа Все Ничего Не будет Никаких Следственных Действий Но От самого Полковника Шендакова Мы знаем Что Ему Пообещали Его Речь Видеозаявление Можно Сказать Публичное Отправить На экспертизу На предмет Экстремизма А это Уже Следственные Действия То есть Налицо Уже С самого Начала Несомненно Будут Политические Репрессии В адрес Полковника С самого Обманули И сказали Что нет Следственных Действий Они Уже Были Если Куда-то Направляется Дело Значит Следственные Действия Уже Были Надо Как-то Было Оформить Направление Куда-то На экспертизу Видеоролика С выступлением Полковника Ну Вот Это Единственное Что Омрачило Но Заодно И зарядило Людей Таким Чувством Солидарности Потому Что Ну Конечно Ненависть Режим От этого От Репрессии Которая Состоялась Усилилась Ну Точно Так же Мы Помним Что Задерживали Подполковника Барабаша Который Тоже Резко Выступал Его Задержали Затащили В автобус Но Мы Тогда Не Дали Этому Автобусу Уехать И Там Тоже Нас Успокаивали Что Только Беседа Ничего Ничего И Там Продержали Около Часа Кирилла Барабаша Потом Выпустили Но Это Не Изменило Настроя Репрессоров И Они Все Таки Осудили Кирилла Барабаша И Он Сейчас Сидит В тюрьме Уже Более Двух С половиной Лет И Еще Сидеть Ему Не Меньше Года А Там Еще Что Нибудь Придумают Какую Нибудь Мерзость Мы Как Раз И Объединяем Русское Движение В том Числе И Защиту Политзаключенных Тех Кто Выступает За Русские Национальные Ценности Против Воровского Правительства За Ответственность Власти Вот За это Люди Сидят В тюрьме Поэтому Я Предвкушаю Что Против Полковника Шандакова Будет Возбуждено Уголовное Дело И Я Много Раз Разоблачая Так Называем Экспертизы Выступал В судах Готовил Мнение Специалиста Действия На стороне Защиты И Я Полковнику Сказал Что Я готов В этом Поучаствовать Снова Использовать Те навыки Которые Уже Имеются Сейчас Кстати Я подготовил К печати Книжку Карательная Экспертиза Я надеюсь Что До Нового Года Или В самых Первых Числах Нового Года Она Будет Выпущена И Я Предложу Ее В рассылку К сожалению Бесплатно Раздавать Я не могу Потому Что Нет Спонсоров У нас Спонсоры Это Вы Граждане Больше Никто Книжка Я думаю Будет Тоже Стоит Порядка 500 Рублей Я По Электронной Почте Прошу Присылать Мне Точный Адрес Перечислять Деньги На Карточку Сбербанка И я Через Почту Буду Отправлять Эту Книжку И Каждый Посмотрит Что За Экспертиза Там Я Цитирую Эти Экспертизы Я Даю Оценки Экспертам Их Профессиональным Навыкам Их Деятельности Как Экспертов В данных Конкретных Уголовных Делах В том числе По Делам Против Полковника Квачкова Против Его Соратника Юрия Якишева Каждый Сможет Убедиться Какими Аргументами Пользуется Так называемая Судебная Система Она Вся Конечно Должна Быть Совершенно Преобразована Все Кто Являются Судьями Должны Пройти Исследование Насколько Они Действительно Были Судьями Я думаю Что Подавляющее Большинство Это Не судьи Это Просто Уголовники Это Продолжение Преступности Продолжение Преступного Режима Они Уже Спелись Со всякого Рода Мошенниками Негодяями Они Отбирают У народа Собственность И власть Этим Занимаются Судьи И еще Они занимаются Политическими Репрессиями В особенности Я выделяю Несколько Судей Которые Называют Спецсудей Вот эти Спецсудей Имеют Прямое Отношение К массовому Нарушению Закона И к тому Что Законности В России Нет вообще То есть Никакой То есть Любое Судебное Решение Это Всегда Попрание Закона Даже Если Вынесли Какое-то Решение В пользу Одной Сторон И эта Сторона Считает Что решение Справедливое На самом деле Несправедливость Заложена И в этом Решении В отношении Того Кто Выиграл Суд И в отношении Того Кто Этот Суд Проиграл Но Когда Речь Идет Об Уголовных Делах То Несправедливость Тотально Потому что Оправдательных Приговоров Нет Не существует В России Оправдательных Уголовных Приговоров То есть Если Вы по Уголовному Делу Попали За решетку Вас задержали Уголовное Дело Возбудили Вы будете Виновным С Вероятностью 99% Можно сказать Что на сегодняшний Момент Наверное Можно Не сомневаться 100% И нам Говорят Что Это так Следственные Органы Так замечательно Работают И что Даже Подсудимые Признают Там Особый порядок Так называемый Абсолютно Антиконституционный Особый порядок Судебного Разбирательства Когда Подсудимый Все признает И Его Коротенечко Так судят Он все признал И все Приговор И отправляются То ли в тюрьму То ли Тебя репрессируют С точки зрения Политической деятельности У нас многие Общественно-политические Деятели Ну Как Например Николай Бондарик Ну Просто лишены Возможности Выступать Публично И участвовать В общественно-политической Деятельности Чем они занимались Постоянно Ну вот Суд принимает Такое решение Тоже Абсолютно Антиконституционное Решение Так вот Русский марш На этот раз Был проведен Замечательно С моей точки зрения Потому что Все были дисциплинированы Все построили колонны Все готовы были Активно участвовать Брали в руки Флаги Держали их Несли Не надо было никого Уговаривать Чтобы держали баннеры Все смотрели Чтобы колонны Шли Ровно Четко Все работало Звуковая установка Без вопросов Работала Потому что Погода была По суше Было замечательно Митинг был проведен Исключительно Замечательно Потому что Он был Короткий С одной стороны А с другой стороны Все речи Были качественные С точки зрения Искусства Риторики Бывали у нас Может быть люди учатся Но бывали у нас Такие вялые выступления Или невнятные Или человек говорил Слишком тихо Или недостаточно эмоционально Или не была понятна Его стержневая мысль Здесь все выступления Были Как говорится В кассу Все выступили Очень хорошо Понятно Когда человек волнуется Или не имеет Должного опыта Выступления Он начинает говорить Бе Ме Там Э Тянуть Никак не может Сформулировать мысль Здесь можно сказать От зубов Отскакивало Даже у тех Кто раньше Не отличался Какими-то Риторическими Способностями И люди Поддерживали Бывает Что приходит Вялая публика Она не может Скандировать Что-то там Стесняется И так далее Здесь все было Замечательно Все было здорово И итогом Проведения Русского марша И митинга Было Принятие Решение О поддержке Декларации Которая была принята На съезде Национально-патриотических сил Ее зачитал Николай Куринович И люди Поддержали В силу того Что на митинге Ситуация Немножко Более Динамичная Чем на съезде То он там Некоторые фразы Сократил Но в целом Получилось Что русский марш Поддержал Декларацию Съезда Национально-патриотических сил В поддержку В поддержку Держит нашего кандидата Это отказ В регистрации Так же Как это было В 2011 году Когда мы Своими усилиями Наша партия Вложилась Всеми организационными И финансовыми Возможностями Которые только были В выдвижении Генерала Ивашова В качестве Народного лидера Тогда Единственного И команду Мы тогда не собирали И его не зарегистрировали Просто потому Что сказали Не регистрировать Какую-то там Фигулинку нашли И вот Люди Которые выдвинули Генерала Ивашова Оказались В дураках Потому что Для всех есть Конституционные права А здесь нет Здесь оказывается Какая-то Где-то не там Поставленная запятая Или там Циферка 29 или 28 Там В датировке Приводит к тому Что можно просто Отказать В регистрации Вот так же Кстати Наша партия По беспределу Не была зарегистрирована В 2007 году Потому что Всем можно Нам нельзя Тогда 60 тысяч заявлений У нас лежало И было представлено В Минюст Росрегистрацию Нас не зарегистрировали Потому что Там нашли Да, там вот Три опечатки И нам достаточно Нам сказали В Минюсте Нам достаточно Любой опечатки Для того Чтобы отказать Вам в регистрации И здесь то же самое Любая опечатка Ну невозможно Это огромные документы Невозможно Где-то не проколоться Потому что Мы даже не знаем Где Такие проколы Возможны То что мы будем считать Абсолютно Идеально оформленными документами Центральной избирательной комиссии Объявят Недостаточно Правильно Оформленными документами И откажут В регистрации А если мы подписи Соберем Ну там уже просто Совершенно Скажут Фальсифицированные подписи Даже если они будут Абсолютно идеальны Скажут Что фальсифицированные И все А ты пойди проверь А где эти подписи лежат И кто их будет проверять Да никто не будет проверять Просто не зарегистрируют А дальше Это уже Вчерашний снег И незарегистрированный кандидат Не интересен Центральной избирательной комиссии Судам Да и народу Не очень интересен Потому что Ну раз ты Не смог преодолеть этот барьер А мы за тебя Не смогли проголосовать Вот это Неправильная Позиция Позиция народа Людей которые себя Причисляют к русскому народу Прежде всего И к коренным народам России Должна быть такая Нашего не зарегистрировали Значит все остальные Кандидаты это фальшивки Если Зюганов там будет Зюганов там будет зарегистрирован А наш кандидат нет Зюганов фальшивка Я допускаю Что может быть Пусть там Зюганов будет Он свои партийные интересы Преследует И интересы там Своей карьеры Пенсии и так далее И его ближние бояре Тоже именно этим озабочены А вовсе не тем Чтобы смести Антинародные Пусть будет И он проиграет Даже Собчак Я не сомневаюсь Что Собчак Специально зарегистрирует Для того чтобы Наплевать в душу И показать всем Что выборы Это фальшивка Это просто шоу И никто Власть на выборах Не передаст Действительно не передаст Вот сделают Сделают такое Шоу Осквернят Выборы присутствием Ну просто Порнографических Существ Я не могу это назвать Что это какие-то люди Это не люди уже Это такие функции Порнографические функции Порнографическое измерение Ныне действующего Политического режима Путина Медведева И остальных Не будем перечислять Список длинный Там все эти олигархи Сечины Миллеры Абрамовичи Абрамовичи Иксельберги И Ротенберги И всякая просто Прочая нечисть Их там можно Длинно перечислять Неважно Там сотни человек Уже просто готовы К тому Чтобы их Народное мнение Просто казнило бы Вот Ну я надеюсь Что народное правительство Займется этим вопросом Ну так милостиво Даже вот Государь-император Когда Суд признал Или там Государственная комиссия Виновными И приговорил К смертной казни 40 декабристов Государь-император Счел возможным Придать смертной казни Только четырех из них И то там Только через повешение А там были Методы казни Более жестокие По приговору суда Вот и Русское народное правительство Я думаю Будет более милостиво И лучше Пусть олигарх Метет до конца жизни Улицу Вместе с гастарбайтерами Которых я думаю Что тоже мы скорее Отправим в Освояси Я имею ввиду Русское правительство Надеюсь как-то К нему приобщиться Хотя бы Каким-то образом Используя свой опыт Вот Пусть лучше Метут улицы Чем их где-то там Ставить к стенке Несколько человек Конечно Я вот сказал об этом На митинге Я считал бы Возможным Восстановить смертную казнь В том числе Смертную казнь Через повешение И людей Которые нанесли Особенно большой ущерб Казнить публично Желательно на Красной площади При истечении толпы Одноразовая акция Дальше можно это отменить Или оставить Как такую Замороженную норму права Это Традиционная форма Расправы Над Особенно Подлыми преступниками Особенно Циничными И совершившими Особо ужасные преступления Вот такая форма Мы можем Обсудить Кто конкретно Подходит Вот под статью Которую мы бы Внесли в уголовный кодекс Или под санкцию Которая Может предполагаться По некоторым составам Преступлений Но это Дело Не очень интересно И мы его отнесем К моменту Когда образуется Русское национальное правительство А сейчас Наше Наше дело Поддерживать Народных лидеров Потому что Наше мечтание О расправе над врагами России и русских Останутся только мечтаниями Если у нас не будет Поистине Народного правительства К этому мы и стремимся И поэтому Идем на какие-то компромиссы Мы не заключаем Никаких союзов С коммунистами Мы не ходим с ними В одни колонны Мы не отмечаем 7 ноября Как праздник Мы отмечаем 7 ноября Как день Величайшей русской трагедии И Большевистский переворот Рассматриваем Как преступление И это Позиция Всякого Здравого человека Если эта позиция Не является сейчас Доминирующей То только потому Что врали Беспрерывно Врали Коммунистические Средства Массы информации И продолжают Тотально врать Либералистически В этом они Абсолютно не отличаются И у людей В головах Не сформулировалось Что является Русской трагедией А что является Русским триумфом Так называемая Революция Никакой там Революции не было Был государственный переворот Большевиков А перед этим Либерастов Февралистов Это величайшая Для нас Трагедия Которая сломала Русскую национальную Традицию И привела К нынешним Нестроениям Источник Находится Именно там Из трехсотлетней Империи Мы превратились В урезанное По всем границам Несчастное Государство И несчастный Народ Который доживает Последний свой век В свое время Я написал Книжку Такую брошюру Последний век Белого мира Она вошла В более масштабное Исследование Была сокращена До главы И вошла В исследование Образ врага Так вот Мы доживаем Последний век Если мы соглашаемся На то что происходит Вокруг нас А соглашаемся мы Потому что Поддаемся Пропаганде И начинаем Считать Трагедию Триумфом Это замещение В мозгах Все равно Что считать Своим ближайшим Другом Своего самого Отчаянного врага Если мы правильно Расставим приоритеты Мы поймем И большинство Граждан России Большинство Русских людей Должны правильно Желательно Чтобы все Правильно Оценить Что происходило Сто лет назад Это переворот Организованный Инородцами При поддержке Денег Наших врагов При закупке оружия И так далее И так далее Во всем Так называемая Антанта Кстати И так называемые Союзники России В первой мировой войне Поучаствовали В организации Этого переворота И помогли Большевикам Закрепиться У власти Вот поэтому Все там Россказни о том Что там Кого-то там Белой армии Кто-то там Поддерживал История говорит О противоположном Поэтому У нас У России Действительно Наши верные друзья Это армия И военно-морской флот Но ни того Ни другого На сегодняшний день Просто не существует Потому что Не существует Задачи служения Она уничтожена Полностью Ельцин и Путин Полностью уничтожили Армию и флот То что мы видим Военная техника Там парады И так далее Это не армия Это структура Поглощающая колоссальные деньги И большая часть из них Оседает в карманах олигархов Это тоже несомненно Те кто выполняет Там военные заказы Это все так же грабится Как вот Олимпиада Там мост построить На остров Русский Мост здесь Мост там Чемпионат мира по футболу И так далее Сплошной грабеж Вам показывают Что тратят часть денег На оборонку Или на какие-то крупные объекты А большую часть Под видом Преследования национальных интересов Складывают свои собственные карманы Выводят за рубеж Там на всякие счета Складывают И до нас это не доходит Если бы доходило Мы жили бы припеваючи Может быть даже лучше Чем в Европе А сейчас у нас Страна нищих Которая живет хуже Чем африканцы Хуже Просто вы об этом не знаете Ну наверное Считаете что африканцы Это вот как образ Там еще советских фильмов Это такие вот Полуголые чернокожие существа Которых плетьми бьют Да все уже совсем не так Уже мир ушел Далеко от этой нищеты Конечно она осталась Там где-нибудь в Бангладеш В Индии И во многих других странах Осталась нищета Но население уже живет не так Это не средние века Это не начало 20 века А у нас все то же самое А у нас нищета Это то что захватывает Жизнь миллионов людей Только по официальным данным За чертой бедности Живут больше 20 миллионов А реально больше 40 миллионов Треть населения Живет за чертой бедности За чертой Не на черте Не над чертой едва поднимаюсь А за чертой Вот это только чертово правительство Нас за эту черту может перевести Мы все нищие должны понимать Мы лишены суверенитета Своего собственного государства И мы лишены управления собственностью И национальными богатствами Которые в том числе и заложены в недрах И мы получили все это дело Все эти недра Все эти богатства От Российской империи От великих русских государей Которых сейчас оскорбляют Все кому не лень Всякая сволочь Большевистская и либералистическая Оскорбляют Тысячелетия русской истории Где правили только монархи А никаких других У нас не было никаких республик И эта история Одна из самых успешных В истории человечества Одна из самых великих Сравнимая только с историей Древнего Рима Величайшей историей Вот еще большой вопрос Может быть Если мы преодолеем эту олигархию Может быть наша история будет Выше чем история Рима А если нет То нас унизят до такой степени До которой уже унизили народ Унизят и всю нашу историю Растопчат И чем и занимаются Всякие негодяи Которые на государственные средства Выпускают поганые фильмы И еще нам доказывают Что это вот такие Прекрасно душные версии истории На самом деле Это осквернение Оскорбление Так мы должны относиться Режим Путина Нас оскорбляет Он плюет нам в лицо Еще хохочет при этом И кто поддерживает Этот режим Ну я этих существ Не считаю людьми Человек поддерживающий Путина Для меня Как человеческое существо Не присутствует Вокруг меня Я отойду в сторону Лучше Мне неприятно Не видеть Не слышать Не просто ощущать Какое-то присутствие Рядом человека Который поддерживает Ну самый гнусный режим Может быть в истории человечества Который растаптывает Самую великую историю Историю моего народа И сам народ уничтожает Просто истребляет И на это все направлено Это просто Лишние люди Вот здесь Все те кто относит себя К народу Это лишние для Путина люди Ему нужны только полицаи Которые подавляют народ И ресурсы Которые он и его шайка Выкачивают из страны И вывозят Можно сказать Для нас даром Получают Эти колоссальные прибыли Миллиарды и миллиарды долларов И истребляют народ И уничтожают государство И уничтожают страну Вот тот кто поддерживает их Ну просто не человек Все остальные могут как-то заблуждаться Там в какой-то В той или иной степени Быть сторонниками большевиков Повторять мерзости Из советских учебников Но все-таки Это еще люди Еще люди Хотя с ними тоже Крайне неприятно общаться Но и с идиотами Общаться вообще очень неприятно Поэтому я стараюсь С идиотами не общаться Общаться только с людьми У которых интеллект на месте Хотя бы они критически относятся К тому что им рассказывали Там в 70-е и 80-е годы И то что у них так вот Отложилось в мозгах Или там папа с мамой Были убежденными коммунистами И продолжают Вот свою коммунистическую мораль Заложили в голову Тем кто уже На сегодняшний день Посидел И своих там детей и внуков имеет С ним еще можно О чем-то говорить Если они Свою клевету Еще не приправляют Оскорблениями Что очень часто Тогда они тоже Становятся просто Способниками режима Я лично с ними Общаться не желаю Всякими Маркобесами Которые отрицают православие Говорят гадости Глупости Пересказывают Своим убогим языком Чего они там поняли Из писания Никогда его не читая И не желая Общаться с большевиками И либерастами Вот те кто Тоже повторяет Как мантры эти Антирусские Русофобские Ну зачем Русскому человеку Общаться с русофобами Да не зачем Ну даже когда Это близкие родственники Зачем Зачем Мы можем жить Не общаясь с ними Отойти в сторону Пусть у них Мозги как-то сами На место становятся Ну один раз Один-два раза Там побеседовали Попытались Вразумить И если это не получается Отходим в сторону Так же и с русским маршем Ну пытались мы Вразумить И даже там Приглашали К объединению Да какое может быть Объединение С провокатором Который находится На содержании У спецслужб И даже этого не скрывает Даже рассказывает Как он Ходит в администрацию Президента Как его приглашают На какие-то званные Обеды С генералами Полковниками С которыми он Фотографируется Ну Какой смысл Если провокатор Имеет свои Провокационные цели И в русском движении Мы не ждем Таких людей Которые Все для себя Но раз для себя Кто-то соблазнит Скажет Ресурсов не хватает Мы дадим тебе ресурсы Мы тебя прославим Мы тебя Средством вас информации Пригласим Только от этих Отойди Или скажи про них Какую-нибудь гадость Зачем отходить Ты изнутри их разломаешь Давай под себя Их нагни А не нагнуться Ты их разрушишь Вот такого рода Иуда вполне может Появиться Среди народных лидеров Поэтому нам надо Быстро реагировать Если такой человек Появляется Деструктор Как я называю их То быстро от него Отмежеваться Объявить о том Что его выдвижение В народный лидер Было ошибкой А вообще-то нам надо В народный лидер Выдвинуть Еще минимум столько же Сейчас 22 человека Утверждены на съезде Ну как-то вот Мы Ивана Атраковского Позабыли Он куда-то уехал И в течение нескольких месяцев Мы не имели связи с ним Поэтому он Вот не попал В список тех Кого мы утверждали На съезде Но я думаю На следующем съезде Мы его утвердим В качестве члена команды И вообще нам нужны Мы толковые люди Мы мыслищие по-русски Те, кто составляют Так называемый Правый фланг политики И мы ждем их Мы ждем предложений От граждан Мы ждем того, чтобы Народное правительство Пополнилось достойными людьми Которые имеют Национальное Русско-национальное Мировоззрение Таким образом Завершая Скажу, что Русский марш И съезд Национально-патриотических сил Самые существенные события Которые состоялись В последнее время И я предлагаю Гражданам Принять участие В дальнейшей работе Как русской коалиции Русский национальный фронт Так и в деятельности По поддержке Народных лидеров Этим занимается В том числе И с нашим участием Национально-патриотических И русских Националистических Национальных Точнее было сказать Организаций Народное правительство Народное правительство Должно формироваться Как на местах Региональные Администрации Как мы назвали Региональные администрации Вот по одному человеку Мы в двух десятках Областей уже выдвинули Ждем предложений И от тех Кто может заниматься Формированием Таких команд В регионах И ждем предложений По включению В команду Других Еще новых Национальных лидеров Или народных лидеров Тогда мы Действительно Будем продвигать Альтернативный Этому проклятому режиму Проект Если мы будем Снова сидеть На диване Там фыркать И говорить Что все кругом Маргиналы И фрики Не будет ничего Будут только Проходимцы Которые будут Нас подрывать На какие-то Противоправные действия Подставлять Нас под Молотки Их полицаев И в результате Деятельность Наиболее активных Деятельность Русских пассионариев Будет просто Уничтожена И они сами Отправятся За решетку Вот не в этом направлении Мы должны действовать Мы должны действовать Полномерно Формируя Русскую Национальную власть И эта власть Должна укрепиться На самых верхах До Нижних этажей Управления И получить поддержку От русского большинства Такова схема действий А все остальное Это только мероприятия Съезд Русский марш Русская весна 1 мая Которую мы проводим Русские ресурсы В интернет сети Других у нас К сожалению нет У нас нет других Средств массовой информации Вот все это Составляет Русский проект И русский проект В России Должен победить Мы должны нацеливаться Именно на победу Не на какие-то там мелочи Не отвлекаться Да мы совершаем Какие-то мелкие ошибки И так далее Не надо зацикливаться На этом На беспрерывном анализе Саморефлексии Надо идти вперед Надо преодолевать Внутренние противоречия И стремиться Не сближаться между собой А приближаться к истине И когда мы приближаемся к истине Мы укрепляем Между собой Те человеческие отношения Которые позволяют Нам победить Россия русскую власть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова